В Ираке продолжается наступление на позиции боевиков ИГИЛ в Масуле. Вторая фаза операции по освобождению города началась накануне. Группировка продолжает контролировать восточные районы. Там боевые действия не велись примерно месяц. Операция проходит при поддержке курдских ополченцев, а также ВВС-коалиции, возглавляемой США. Масштабное наступление началось в октябре. У ИГИЛ удалось отбить четверть территории Масула. Город – главный оплод боевиков в стране. Для новой фазы наступления из южных районов переместили более 5000 солдат и военных федеральной полиции. Одна из важнейших задач Иракских сил – лишить ИГИЛ возможности пополнять свои ряды, перемещаться, получать оружие и припасы. Тем временем сотни семей продолжают покидать как сам город, так и его окрестности, спасаясь от боев. Людей вывозят на автобусах в центре временного размещения. Они говорят, ситуация в Масуле плачевная. Мирные жители страдают. Боевики ИГИЛ разрушили нашу жизнь. В Масуле нет жизни, нет горючего, нет бензина, нет еды. Ничего нет. Это наступление – самая масштабная наземная операция в Ираке с 2003 года. В Ираке продолжается наступление на позиции боевиков ИГИЛ в Масуле. Вторая фаза операции по освобождению города началась накануне. Группировка продолжает контролировать восточные районы. Там боевые действия не велись примерно месяц. Операция проходит при поддержке курдских ополченцев, а также ВВС-коалиции, возглавляемой США. Масштабное наступление началось в октябре. У ИГИЛ удалось отбить четверть территории Масула. Город – главный оплот боевиков в стране. Для новой фазы наступления из южных районов переместили более 5000 солдат и военных федеральной полиции. Одна из важнейших задач Иракских сил – лишить ИГИЛ возможности пополнять свои ряды, перемещаться, получать оружие и припасы. Тем временем сотни семей продолжают покидать как сам город, так и его окрестности, спасаясь от боев. Людей вывозят на автобусах в центре временного размещения. Они говорят, ситуация в Масуле плачевная. «Мирные жители страдают. Боевики ИГИЛ разрушили нашу жизнь. В Масуле нет жизни, нет горючего, нет бензина, нет еды. Ничего нет». Это наступление – самая масштабная наземная операция в Ираке с 2003 года. На юге Сербии произошло ДТП с участием мигрантов. Три афганских беженца погибли, еще 11 пострадали. Среди них шестеро детей. ДТП произошло на трассе Ниж-Белград. Легковой автомобиль, полный беженцев, врезался в защитное ограждение. Водитель, предположительно нелегальный перевозчик, с места происшествия скрылся. Его личность пока не установлена. Два человека скончались на месте. Один ребенок позже умер в больнице города Ниж, куда доставили пострадавших. Одной женщине пришлось ампутировать ноги. Как сообщают выжившие, водитель сначала проигнорировал сигнал полицейского остановиться, а потом набрал высокую скорость и при этом разговаривал по телефону. «Мы ему говорили «братишка, пожалуйста, помедленнее». Но у водителя были проблемы с полицией. Он курил и разговаривал по телефону за рулем». Сербия входит в так называемый «балканский маршрут», по которому сотни тысяч мигрантов из Азии и Ближнего Востока пытаются попасть в Западную Европу. И хотя в начале года страна закрыла свою границу с Македонией, по данным сербских властей, через Сербию все равно прошло около 110 тысяч беженцев, в основном в Венгрию. При этом люди пользуются услугами нелегальных перевозчиков. В понедельник в Сербии арестовали троих мужчин. В их грузовиках были обнаружены спрятанными 77 мигрантов. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, вносящий изменения в налоговый кодекс. Они позволят улучшить инвестиционный климат в стране. Напомним, Верховная Рада утвердила законопроект на прошлой неделе. «Податкові інспекції перетворюються на рівні районів, перетворюються з контрольних і перевіряючих органів до консультативних. Дуже важливо, що це саме таку я хочу бачити податкову інспекцію, коли підприємець туди звертається і отримує консультації і немає більше ніяких масок шоу, немає більше ніяких корупціоногенних речей. Впевнений в тому, що швидка імплементація значно покращить інвестиційний клімат держави. Контрольні функції залишаються на обласному рівні, а це значно підвищує рівень компетентності і професіоналізму. До речі, і значно скоротить кількість перевірок, які будуть робити контролюючі перевіряючі органи. Друга позиція, що новостворені підприємства, на три роки, якщо їх обіг менше трьох мільйонів, це те, що перші починають люди займатися бізнесом, звільняються від будь-яких перевірок. В цьому місяці в Париже самый грязний воздух зимний период за последні 10 років. Накануне показатели побили очередной антирекорд. Пару дні назад я приїхала сюди з Марселі, і у мене було странне чувство. Я бувша парижан, і раніше в Париже так не пахло. Щоби снизити уровень загрізнення, власти города предлагають безплатні парковки тем містним жителям, хто временно решився відказатися від їзди на своїх авто. Рані поліція також порекомендовала парижанам пользоваться автомобілями совмістно і снизити скорість движення, а ещё лучше пересість на общественный транспорт. Думаю, развитие общественного транспорта при сильному загрізненні атмосфери – очень хороша идея. Даже если результаты не идеальні, це все ровно мощний сигнал населению о том, що нам потрібно бороться з загрізненням більше всеоб'ємлюще. С середини января в Париже також ведуть систему обязательних еконаклеек на авто. На них буде указано возраст транспорта і об'єм його выбросів. Рані парижські власти запретили передвігатися по центру города автомобілям, які сильно загрізняють ввоздух.